Параллельно с разработкой новых продуктов и услуг, Сберегательный банк Абхазии работает над улучшением собственного имиджа. Несмотря на непростое финансовое положение, руководством банка принято решение улучшать в первую очередь внешний вид учреждения и его филиалов в районах страны. Не секрет, что в большинстве офисов Сбербанка ремонта не было со времен Советского Союза. С недавних пор ситуация начала меняться в лучшую сторону. Понятное дело, головной офис Сберегательного банка в хорошем состоянии. Сделан был ремонт на проспекте в предыдущие годы. Сегодня активно идет работа по ремонту филиала Сберегательного банка в Гагре. Буквально через неделю заканчивается ремонт и граждане гагрцы смогут увидеть другой банк. То же самое происходит и на проспекте Мира. 102-я касса на Красном мосту города Сухом. Тоже завершается ремонт. Буквально с 1 февраля там будет полноценное отделение Сберегательного банка, где будут оказываться комплексные услуги физлицам. Помимо этого мы планируем и в дальнейшем заниматься улучшением имиджа Сберегательного банка. По нашим представлениям в конце этого года мы начнем ремонтировать филиал Сбербанка в Гудауте, в Пицунде. И в дальнейшем будем переходить на Восточную Абхазию. В этом году у нас с прибылью завершили год филиалы Гагрского района и Гудаутского района. Поэтому они заслужили это право заниматься своим имиджем. Это филиал Сбербанка в районе Красного моста в Сухуме. Ремонт здесь почти завершен. Открытие 1 февраля. В обновленном помещении для клиентов предусмотрены стулья. Есть диваны для комфортного ожидания. Кроме того, работе сотрудников Сбербанка теперь можно будет ставить оценки. Так руководство планирует мотивировать вежливое и терпеливое отношение к клиентам. Оптимизирована работа банкоматов. Из них убрали купюры номиналом 50 рублей и добавили пятитысячные. Теперь денег в банкоматах будет больше и заканчиваться они будут реже. В связи с тем, что спрос на наличность со стороны клиентов Сберегательного банка очень большой. Особенно это наблюдается в первые дни выдачи пенсии. Вот буквально вчера, 18 число, по Абхазии началась выдача пенсии. По итогам вчерашнего дня только пенсионерам было выдано 80 с лишним миллионов рублей за один день. Но дело в том, что количество банкоматов не очень большое, поэтому в эти дни, 18 числа, 19 и максимум 20 у нас наблюдаются очереди. И в связи с тем, что суммы снятия денег очень большие, банкоматы приходится заправлять несколько раз в день. То есть возникает ситуация, когда люди стоят в очереди, заканчиваются деньги, минут 10-20 иногда и 30 нужно будет ждать, пока снимаются кассеты пустые, заправляются новые. Это тоже неудобство для людей, которые стоят в очереди. Поэтому мы решили в банкоматах Сберегательного банка потихонечку переводить на другой купюрный ряд. Теперь минимальная купюра в банкоматах Сбербанка будет 100-рублевая. Но те, кто хочет снять все наличные до копейки, по-прежнему могут сделать это, обратившись в кассу. Программа кредитования держателей карт АПРО, запущенная Сбербанком полтора месяца назад, показала невероятный спрос населения на потребительские кредиты. Между тем, у многих желающих взять кредит нет банковской карты, и они не являются клиентами Сбербанка. Специально для такой категории людей Сбербанк создал новое кредитное предложение. С 1 февраля вводится новый продукт Сберегательным банком, кредитование лиц до 200 тысяч рублей. Эти кредиты можно будет получать во всех районах Абхазии, там же, где и получали люди кредиты, под карточки, под зарплаты и пенсии. Но единственное требование, конечно, сам заемщик может быть не клиентом Сберегательного банка, но в качестве поручителя должны быть два человека, клиента Сберегательного банка. Один из которых обязательно, как минимум, должен быть пенсионером, получающим пенсию, а другой человек может быть бюджетным. Кредит будет предоставляться сроком на полтора года, но там на самом деле чуть меньше получается, 6 месяцев по условному возврату, 16 месяцев. Ну это получается годы 4 месяца, да, вот на такой срок предоставляется кредит и по установленному графику будет осуществлен возврат. Ставка процента 24% годовых. Безусловно, она является высокой ставкой. Я вот и в интернете, и в соцсетях отслеживаю реакцию граждан, многие жалуются на то, что это высокая ставка. Но я хочу сказать следующее. К сожалению, Сберегательный банк не является таким богатым, чтобы предоставлять массу дешевых ставок. Во-первых, с одной стороны, ставка является оградительной, то есть она уменьшает количество людей, которые хотят получить кредит. Я уверен, что и при такой ставке у нас будет огромная очередь. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сами ресурсы, которые Сберегательный банк предоставляет гражданам в виде кредитов, они привлекаются у населения в виде вкладов под 18%. Если вы помните, перед Новым годом Сберегательный банк объявлял акцию о том, что привлекает вклады от граждан под 18%. То есть вот эти деньги, которые сегодня Сберегательный банк предоставляет населению, они достаются ему ценой в 18% годовых. Естественно, кредит не может быть дешевле, чем вклад. Тогда получатся дополнительные убытки для банка. И добавив 6%, Сберегательный банк предоставляет вот такой кредитный продукт. Таким образом, взяв, к примеру, 200 тысяч на год и 4 месяца, первые полгода заемщик будет выплачивать по 10 тысяч из тела кредита плюс 2% в месяц, что на первом этапе составит 4 тысячи рублей, а по мере возвращения тела кредита уменьшится и стоимость процентов. Остальные 10 месяцев выплаты составят 14 тысяч рублей в месяц из тела кредита плюс проценты. В случае, если заемщик будет осуществлять выплаты недобросовестно, ответственность за возвращение кредита будет возложена на поручителей.